Здравствуйте, господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM Enemy Within, Модолгая война, и у меня на календаре показывает седьмое число, Рождество, вечер, Рождество, и у меня дома никого, представляете, иногда это прям круто, иногда это прям круто остаться одному и позаписывать все-таки без каких-либо, ну не знаю, надеюсь, телефоны звонить не будут, ничего не будет, и ребята, я вас категорически поздравляю с этим праздником, и мы продолжаем, что у нас происходит, давайте смотреть, новые перехватчики, три штуки у нас прибывают, запрос от государства, лазерная пушка, еще через три дня только будут лазерные пушки, эх, черт, перехватчики прибудут раньше, да, итак, итак, исследовать нечего, меня просили в комментариях показать, вот что, да, показать, 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 мемориал, ну, собственно, собственно, вот он мемориал, тут у нас и дядя Коля, и Халк, и Пурген, и Егоров, и Мэмфис, и тут Масяни, черт возьми, столько хороших ребят погибло, ну, я вот так вот промутну, кому, соответственно, нужно будет что-то посмотреть, прям вы на паузе, это дело, еще раз, вот так вот вверх, вот так вот, вот так, вот, самый у нас дядя Коля разведчик, вообще нормальный такой разведчик был, но, к сожалению, отъехал, так сказать, ну, да ладно, ладно, время не ждет, время не ждет, погнали. Данил, огромный объект не опознан, приколитесь, мы еще что-то не поисследовали, Хм, чем бы тебя сбить-то, зараза, такая, если игнорировать неопознанные объекты, можно потерять всю систему спутников. Что ты говоришь, давайте собирать команду. И команда собранная, ребята, и на эту миссию у нас пойдет следующий состав, идет у нас Дмитрий Соков в роли штурмовика, и он будет у нас сегодня командовать, идет Мирослав Фуфошников с позывным охотник в роли инженера, будет, соответственно, у нас он захватывать. Штурмовик, кстати, у нас идет с осколочными боеприпасами, мне понравилась такая тема, что штурмовик стреляет издалека, попадает, вешает осколочные, ну, и мы потом разносим всех. Идет Александр Шевченко, шеф Вася Аноним, соответственно, в роли Железного Человека, у нас Мэки все отдыхают, ну, там Тони Старк у нас есть, его можно, конечно, дернуть на здание, но не так интересно, поэтому Василий Аноним у нас идет. Идет у нас госпожа Максюшина с позывным охотница, смотрите, охотница, охотник, что ты будешь делать? Ну, в общем, как-то вот так вот, ей надо качаться, потому что она еще капрал, у нее даже нет этих сканеров боя, боевых сканеров. Идет Ван Дорн докачиваться, он у нас уже старшина, также старшина Киска наша, медик, ну, соответственно, будет тоже так же докачиваться. И Артур Салимгареев, сержант. Он мне, кстати, что-то не пишет, и я вот думаю, что ему надо какой-то гент, ему надо какое-то позывное будет придумать, какой-то не по-русски что-то написано. Ну да ладно, погнали. Погнали, из задания мы вернемся, в принципе, надо было это сделать до того, надо отправить еще там медика двух. Бразильские власти просят о помощи, значит, цель Бразилия. Все хорошо. Вот, надо, соответственно, отправить нам медиков, тех, у которых психически этот опыт 500 из 500, надо их отправить, и, соответственно, пускай они у нас пытаются получить следующие белки. Разведчик-то у нас как-то не особо бегает быстро. Ладно, окей. Сюда тогда у нас идет Василий. Давай. На следующий ход, если что, спасем здесь. Итак, здесь у нас штурмовик. Никого не видно? Вроде как никого. Погнали. Снайпер у нас, соответственно, сразу же, наверное, куда-нибудь. Да-да, взлету готов. Взлетай куда-нибудь. Вот сюда, например. Вот сюда, раз. Целимся. Пулемет пока что сюда. Здесь у нас, здесь у нас. Куда-куда-куда? Погнали. Пока так распределяемся. Дальше будет видно. Ну, хотя, в принципе, никого же нету. Здесь мы пак не сорвем, поэтому двигаемся. Медик, соответственно, у нас немножко... Немножко, немножко позади, скажем, вот здесь вот. Неплохо, мне кажется. Сканирую, босс принял. Ясно. Начинаем выживание. В принципе, неплохо. Сейчас, если получится, мы здесь сразу же хотя бы одного надо нам спасти. Ах, уроды, а. Молниеносные рефлексы. Танк, только не подзарви. Мимо. Но они бегут к нам, это хорошо. Василий, Ван Дорм. Пойдет. Один наелся сразу. Это хорошо. Эти двое огребли, да? А у него же мастер ближнего боя должен включаться. Как так? Как так? Кого-то прибили. Кого-то прибили. Где-то у нас роботы. Так. Смотрим. Кому надо прокачаться? Нужно прокачаться нам... Артуру, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Вот сюда, пожалуйста, давай. Дыдыщ. Готово. Ну, Василий у нас... Так, а где этот? Где? Съели, что ли, по дороге? Что-то я не понял. Где? А, вот. Гражданский-то у нас стоит-то. Вот он где, да? По-хорошему, можно было бы вот сюда вот побежать и сразу спасти, да? Но я боюсь, что сюда стрелять не сможет. Типа не увидит. Ну, хотя... Давайте посмотрим. Сейчас у нас пулемет отработает по двум. Девяносто, мочи. Дыды-дыщ. Потом... Вот сюда еще метку, пожалуйста. Дыды-ды-дыщ. Хорошо. И... Надежда Максюшина должна у нас кого-нибудь застрелить. Так, Мирослав Луфошников двигается сюда. Ему тоже нужно качаться. Огонь. Хорошо. Хорошо. Надежда сдвигается сюда. И... 80%. Она, кстати, получила уже повышение. Блин. Но нормально. Нормально. Снайпер пока висит. Снайпера бы тоже по-хорошему бы прокачать. Так, штурмовик. Двигается спасать. Я прикрою. И есть контакт. Ты вали отсюда. Здесь мы вот сюда двигаемся, чтобы нам здесь паки не сагрить никакие, да? Хорошо. Медик. Медик, например... Нет, медик, наверное, сидит все-таки, да? Ясно. Буду на чеку. Здесь перезарядка. Уж больно. Это хорошая пушка у мэков, чтобы пропускать из нее выстрелы. Поэтому перезаряжаемся, пока есть возможность. Кибердиски там летают. Вон там три гражданских стоят, я вижу. Надо, в общем, в ту сторону как-то двигаться нам тогда. Мутоны орут. Роботы шагают. Кибердиски летают. Мутоны орут. Кошмар какой-то. Может быть, откроем? Тук-тук. Здрасте. Живые есть? Вроде бы никого. Так, вот здесь мы проходим вот так. Хорошо. Разведчик у нас двигается вот сюда. Снайпер пока сидит. Боеготовность. Здесь у нас вот так вот происходит все. Боеготовность. Медик. Давай-ка вот сюда. Боеготовность. Вася, подожди. Инженер. Перезарядиться не помешало бы, поэтому... По синему ходу боеготовность. Ага, боеготовность, говорю, перезарядка. Так точно. Василий тут не выбегает, никого не пугает, поэтому... Я на вас. Хорошо. Целимся. Здесь тоже перезарядка. Неплохо. Там кто-то. И звук такой был, как будто эфириалы. Такой прям издалека такой звук был. Посмотрим сейчас. Нам самое главное по одному паку агрить. Огневой мощи у нас в принципе более чем достаточно, чтобы по одному паку разбирать. А уж дальше будем как-то смотреть. Итак, погнали. Вася, наверное, выскакивает вот сюда. Где у нас тут гражданский? Здесь, здесь, здесь. Вася, наверное, выскакивает сюда. Выдвигаюсь. Агрит толпу. Хм. Никого. Удивительно. Погнали тогда. Тогда погнали. Пулемет. Не знаю, двигать, не двигать, но... Медик туда. Хотя, да, давайте, наверное, будем все-таки все сдвигаться. Снайпера бы тоже как-нибудь, но... Блин, с его топливом, со всеми вот этими запасами... Так, боеготовность здесь. Сколько мы тут пролететь можем? Насколько сильно сдвинуться мы можем? Один. Три шести. Самое главное, не забыть приземлиться потом будет, чтобы подставы опять такой не было. Так неплохо. Здесь боеготовность. Вот этих трех бы спасти. Как-нибудь Вася, чтобы забежал сюда, вот, например, и всех спас. Просто такой, Вася, спаситель. Куда ж вы бегаете-то, а? Угу. Что за звук? Иду на позицию. Я прикрою. Вижу противника. Угу. Здрасте. Не убили. Разберемся. Хм-м-м-х-м. Выдвигаюсь. Слушаюсь. А, прикольно. Там не видим никого, да? Так, надежды уже не надо. У нас там летающий... Летающий товарищ кого-нибудь видит? Нет? Ну, давай, качаться же надо. Молодец. Лунатик готов. Готово. Покажу. Так, есть. Здесь кто у нас? Здесь кто у нас? Ну, например, мы можем вот сюда, чтобы на следующий ход поспасать. Здесь тоже Василию помочь. Так, здесь боеготовность. Здесь боеготовность. 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 Иду. Мы не стоим сектор. У нас там, в принципе, какой-то один жирненький есть. Я про искатели сейчас. О, он, кстати, появился где-то. Выбищ минус гражданский. Так. Отсюда мы не спасем, да? Если я правильно понимаю всю ситуацию. Я в пути. Я прикрою. Иди. Угу. Валяйте, да. Ну, здесь, наверное, вот так сделаем. Подбежим. Порядок. Давай быстрее. Ну, и, наверное, как-то вот так, мне кажется, надо сделать еще. Вот так вот, да. Поехали. Угу. Движемся, движемся. Потихонечку. Нам бы еще перезарядиться вот здесь. Некоторым товарищам не помешало бы. И посмотреть вот туда. Да, командир. Удивительно, но никого не видно. Там дрон где-то должен же летать. Один дрон, три искателя. Направляйся туда прямо сейчас. Хорошо. Боеготовность. Есть опять наблюдение. Ясно. Буду на чеку. Здесь, наверное, перезарядка все-таки. Боеготовность. Вася, чуть-чуть вперед, чтобы окно видеть. Ну, неплохо, в принципе. В принципе, неплохо. Здрасте. Надежда не успела. Вася со своей бубуки как-то порезче стреляет. Тут еще один искатель. Вот он. Разорвало его. Не удалось нанести, урод. Угу. Кто еще? Это что такое нам здесь показывают? Кристалит воин. Труп. Такое впечатление, как будто справа был звук. Неужели тарелки туда прилетели? Самое главное, чтобы они нас где-то вот сзади бы не обошли, да? И вот здесь вот мы никак не спасем. Не, ну давайте подойдем, посмотрим. А дальше уже по обстановке, что называется. Погнали. Тут что-то есть. Привет. Командир сектоидов, смотрите. Здесь жарковато. Это что такое было? Ах ты ж подлюка. Ах ты ж подлюка. И он за стеночкой у нас, да? Окей. Тогда мы делаем как? Мы... Вот здесь укрытия нету, к сожалению. Мы тогда делаем вот так. Дима забегает сюда, внутрь. И вешает на него подранка. 12 крита. Давай еще раз. Отлично. Просто в соло такой забежал и покарал. Так, командир сектоидов у нас где? Его не видно. Три мутона. Так, Санька. Санька, работа есть. Ты кто? Мутон. Ты кто? Мутон. А ты кто? Тоже мутон. Хм, мочи. Быща. Быща. Не помер. Печаль, тоска. Ладно. Ладно. Командир сектоидов там неприятный товарищ сидит, но мы с ним что-нибудь придумаем сейчас. Так, здесь у нас киска-мурмур, да? Я пошла. Ну, двигайся сюда. Мы посмотрим, что здесь у нас есть. Готовность номер один. Есть. Здесь тоже боеготовность, потому что у него на боеготовности два выстрела будет. Это хорошо. Дальше. Вот здесь у нас особого смысла нету. И добежать мы даже не можем до сюда, да? Чтобы спасти. Печально. Вот сюда можем, конечно, пробежать. Но половинка укрытия меня что-то смущает. В последнее время они как-то карать стали. Несчадно карать. Да, сэр. Да, сэр. Поэтому мы просто бежим и валим отсюда. Так, Василий, что скажешь мне? 57. А, кстати. Кстати. Мы же можем минус твой сразу сделать, да? Угу. Да почему бы нет? Огонь. Бище. Хорошо. Нет подходящих целей. Поняла. У нас есть низкий силуэт, поэтому мы идем вперед. Еще кого-то. Ну ладно, давай вот этого. 75%. Огонь. Вот пуля пролетела. И ага. Так, искатель есть. Искатель еще один, скотина. Где ты ищешь? Дополняю приказ, командир. Где-то... Начинай наблюдение. Где-то ищет еще что-то. У нас боеготовность раз, два, три. В принципе, неплохо. Здорово. Артур. Что ж вы им над головой-то бьете? Немножко стволы опускайте, чтобы накидывать-то им душевненько. Да-да-да. Хорошая была попытка. Но... Так, здесь... Васю стреляй, не трогай вот этого мужика. Так, зов крови. Да, хорош. Что ж вы... Козель. Так, здесь щит. И эта скотина вон там сидит, да? У нас за танком получается. Так. Где ты здесь? Ты где-то вот здесь. Ну, мы, в принципе, можем опять же подбежать. Например, вот сюда. И кинуть... Гранатку, к примеру, да? Да, давайте так и сделаем. Разрушить вот эти все укрытия и Саня потом... А Саня и так, кстати, нормально стрельнет, мне кажется. Саня. Работа есть. Саня. Вот сюда, пожалуйста, мне. Огонь. Бэдис, 17. Вот реально, 1 хп. Как же так-то, а? Ящик прострелили насквозь, что ли? И у нас это, типа, полная защита. Ну, прикольно. Так. Здесь мы кого увидим? Мы, в принципе, можем вот сюда подойти. И... Закритовать вот этого. Но нам нужно убрать щит. Нам нужно убрать щит. 77. Ну, с командиром сектоидов шутки плохи, да? Поэтому мы, наверное, как-нибудь вот так вот сделаем. Давай. Нормально. Минус щит. Минус командир. Одного задамажили. Надежда лупит вот сюда 85%. Огонь. Молодец. Молодец. Все очень нужны патроны. Спасибо. Дальше. Дальше. У нас Артур. Говорит такой. 77. 87. Давай, Артур, этого убивай. 7. Хорошо. А еще разок. Молодец. Спать. Вышел. Вышел. Патронов ноль. Мне нравится, как они падают. Такие. Куча. Поняла вас. Давай. Давай, Кисуля. Давай, Кисуля. 71. Огонь. Мурматик готов. Хорош. Хорошо. Хорошо вошло. Задача ясна. Так, давай, Дима. Пора спасать. Ты что здесь делаешь? Есть. Действительно, ты что здесь сделаешь? Мирослав. Кстати, мне же вот эти пушки нужны, ребята. Я забыл совсем. Мне же они нужны. Как же так-то? Как я мог забыть? Мирослав. Ясно. Начинаю глядь. Есть работа. Давай. Чеши вперед. Вот к этому. Сейчас мы его, наверное... Сейчас мы его, наверное... Пукан ему подожгем немножко. Чтобы у него подгорело. А вот эти вот будут мне мешать его подзахватить немножко. Боеготовности, боеготовности. Что ты будешь делать? Кто там еще? Вандорн? Красавчик. Ну, подходи. Ну, подходи. Хорошо, орёт. Так, ты не уходи далеко. У меня на тебя большие планы есть. Вася, уворачивайся там. Темы в пределах нормы. Вася, пофиг вообще. Он говорит, я починюсь потом. Я, говорит, потом починюсь, поэтому... Так. Его бы захватить. Но для начала сорвать боеготовности, которые мы не можем сорвать. Двигаюсь на позицию. Прям вообще никак. Поэтому надежда суда, перезарядка. Саня не видит почему-то этого мутона, да? Как-то он слишком далеко. Да, хорош. Слишком далеко. Так, Вася. Что будем делать, Василий? Ты у нас в разведчика будешь играть? Или все-таки... Постреляем немножко. Вот сюда, да? Давай. Молодец. Бэдыш. 24 крита. Бабах. Класс. Просто класс. Так. Хорош. Здесь у нас перезарядка нужна. Здесь нам нужна перезарядка. А давайте мы сделаем вот так. Вот сюда у нас идет медик. Не должны ее, по идее, достать. Да, ее не достают. И она такая, тупо уме вот на этого мутона. Давай. Хочу. Отлично. И в принципе, Вася его потом прожгет на пятачок. И это будет клиент прям готовый для захвата, да? Здесь у нас, например... Вас понял. Вот сюда идет Дмитрий. И вот сюда такой. Ты дыщ. Скорость. Еще разок. Ты дыщ. Да ну вот. Девять. Прям реально девять. Чисто технически его здесь не флангуют, да? Поэтому... Давай огонь. Молодец. Бабах. Еще подкурило этих товарищей. Здесь мы перезаряжаемся. Ага. У него нет же там никаких обилок. Так, давай. Прекращаем летать. Ты мне нужен. Все, приехали. Приехали, говорит. Ясно. Погнали. Перезарядка. Ты зарядился. Вандорн. Перехожу на другую позицию. Немножко поближе. И... Хотя вот здесь порезче позиция. Давай вперед. Хотел боеготовность. Думаю, ну ладно, переживем. Переживем. Нам нужно пережить вот этих вот товарищей всех. Но это не столь страшно, да? А где мастер ближнего боя-то? Они меняют направление удара. Смотреть по сторонам. Так, этот вообще сваливает. Вот здесь гражданского я вижу. Но в приоритете плевать на гражданских. Это суровые реалии. Такие плевать на гражданских. Да, ну еще летуны что ли. Плевать на гражданских. Мне нужна пушка от мутона. И вот от этого мутона мне тоже нужна пушка. Так. Ты что у нас, дружище? Хорош. Под огнем. Нормально. Сейчас Василий его прожигает тогда. Давайте. Бам. Нифига себе. Кто-то там подбежал. А, гражданское лицо. Труп. Придурки. Так, ладно. А это тоже танк полыхает, да? Насколько я понимаю. Давайте смотреть. Мирослав Уфошников. В принципе, мы можем сейчас Васе его прожечь. И посмотреть, как оно будет выглядеть. Если... Уже иду. Если он хорошо прожигается... Отцелит, отцелит. Если он хорошо прожигается, то... Мирослав сразу бежит куда-нибудь... Да, хорошо, он прожегся. Мирослав сразу бежит вот сюда за полное укрытие. И на следующий ход его с дугомета пытается огорчить. В смысле, спасти, да? Двигаюсь к указанным координатам. Давай, вперед. Три дугомета у нас есть. Чисто технически мы можем трех мутонов зафигачить. Так, киска продолжает качаться. Прибил его к стене. Перезарядка. А, у него и не было мастера ближнего боя, потому что у него, соответственно, да. Я понял. Так, Артур. Сюда. Там какая-то подлюка пытается подобраться, да? Хорошо. Нет, не ага. Жаль. Тогда вот так. Ну, пехота с пулеметом должны его встретить, по идее. Нормально, они его должны встретить. Разведчик тогда вот сюда уходит. Чтобы, не дай бог, не подстрелили. И снайпер просто вдогонку ломится. Вдогонку к пацанам. Такой с криками. Ой, подождите. Мне бы снайпер вот на этой позиции, где-то за ящиком, не помешал бы. Васька у нас продолжает чиниться. Все хорошо. И... Алло. А, ну гражданского можно, да. Пугают вот этими роликами, что это значит, явно кому-то плохо сейчас будет. Этот такой... Куда лететь-то? Вот этого мутона тоже надо подзахватить. У него, смотрите, тоже та же самая пушка, которая мне нужна. У этих легкие плазмеры... Серьезно? Серьезно? Я подавстрел! У них легкие плазмеры, которые мне нафиг не нужны. Поэтому летунов мы сейчас сбиваем. Черт! Повезло! Хорошо. Так, ну что, Мирослав? Надо здесь, собственно, заканчивать и... Молодец! Никуда теперь не денется! Красавчик! Отлично! Первый пошел! Первый пошел! Здесь у нас 41% как-то... Ну хотя, с другой стороны, у нас еще это на тупом и на перезарядке, поэтому... Пытаемся. Че нет-то? Говорит? Не вошло. Ладно. Здесь у нас перезарядка прошла, поэтому 60... 64 было, 51, еще 64 и еще 64. Ну... Ну давай. Да, ну... Завязывай уже. Мы тебя потом в гости позовем и спросим, как ты так делаешь. 70% давай, Иван Дорн. Есть! Ну подходи! Я без боя не сдался! Ну подходи! Такой... Вас понял! Так, вот этого бы выхлестнуть надо. По-хорошему-то совсем, да? Чтобы он в невидимость не уходил. Есть! Этот готов! Хорошо! Так, теперь Василий. Василий, если выйдет вот сюда, он этого зафлангует и убьет его к чертям. Мне бы этого не хотелось совсем. Поэтому Василий стреляет прямо отсюда. Бойдыщ! Есть! Видели, как... А мне говорят, везение, тактика. Вот я прям за этот ящик поставил. Я прям знал, что он там соседний развалится, да? Хорошо. Так, 57. И все, да? Но не должна она его убить, только если кританет. Нормально вошло. Так, прибодрили пацана, чтобы ему там жизнь медом не казалась. Пора пробежаться! Снайпер почти прибежал. Я просто слышал звук, очень похожий на тот, который эфириалы издают. И, кстати, у Мирослава соседний ящик сгорел, похоже. Да. Здесь просто ад! У Мирослава ящичек все-таки сгорел. Здесь они не теряют надежды. А вот этого мы прижгем? Интересно. Вот отсюда, например, достанем, нет? Пошли посмотрим. Можно, в принципе, гранату ему кинуть под одно место, да? Давайте попробуем прижечь все-таки. Вот, хорошо. Мутон, гренадер, прям такая просика, да? Подожгли мы его. Неплохо. Неплохо. Кого видишь, никого не видишь. Здесь мы продолжаем... Не его. Давай вот этого, пожалуйста. Спасибо. Абсолютно ненужный балласт, поэтому мы его убиваем. Так, пехота может пройти вперед и стрельнуть в следующего. Давай. 77. Огонь, Артур. И я на тебя рассчитывал. И я на тебя рассчитывал. Уже выдвигаюсь. Надежда, вперед. Говорит Артур. Смотри, как в 60% надо попадать. Бэтищ. Цель ликвидирована. Отлично. Так, снайпер у нас. Медик. Для начала медик у нас бежит. Куда? Ну, например. Например, сюда. В принципе, мы всех расстреляли, да? Да, один нутон остался. Поэтому мы проходим, наверное, вот сюда. Не все равно не успеем добежать. Поэтому проходим сюда. На всякий случай пушку перезарядим. А на следующий ход будем пытаться его захватить. Таков план. По крайней мере, таков план. Мне кажется, неплохой план. Идем, наверное, вот сюда. Чтобы это все простреливать. И на всякий случай, чтобы оттуда убрать, да? Здесь боеготовность. Паника, паника у него. Это неплохо. Так. Ну что? Мирослав подходит и говорит, пошли со мной. 54%. Да ну. Плохо. Надо было, наверное, да, действительно, как-то вот так сделать. Для начала-то. Ну и я как-то... Давай, 55% пытаемся. Есть. На следующий ход должно быть 57. Он все равно будет паниковать. Так что все норм. Здесь перезарядка. Здесь перезарядка. Здесь перезарядка. Блин. У Васи там мастер ближнего боя есть. Сейчас, если он решит побегать, то он, соответственно... Не беги никуда. Стой на месте. То Васи от тебя приладит. Подождите, какой сканер? Вот, 57%. Давай. Плохой мутон. Так, здесь максимальное название. Здесь уже получил. Ну давай. Плохой мутон. Отличная работа. Все сделали как надо. 8 из 18 спасли. 24 убили. Одного мутона захватили. Мне плевать на мутонов. Они бы вот как-нибудь пушки бы складывали. Такие на землю положили. Такие мы сдаемся. Пушки сложили и на выход. Просто класс. Наши бойцы, как всегда, отработали превосходно. Просто класс. Надежда получает сканеры. Боевые сканеры. Все хорошо. Плазмер пришельцев, который мне был нужен. До связи, командир. Есть контакт. Производство предметов. Заказываем. Заказываем мы... 307 баксов надо. 307. Хорошо. Идем на серый рынок и продаем что-нибудь. Кстати, мне говорили же, что надо продать осколки, оружие. Вот эти огрызки, которые остаются от пушек от вражеских. У меня их тысяча. Ну, в общем, много. Сейчас мы запродадим штучек 300, наверное. И как раз будет неплохо. Давай, 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 давай. 200. Как долго-то, а? Последние дни мы только этим и занимаемся. Скорей бы уже в увольнительную. 307 надо, да? Ой, что-то я вообще неправильно посчитал. Но нормально. Пойдет. Непринципиально. Непринципиально. Плазмопушку заказали. Так, теперь мы делаем вот такую штуку. Пси-лаборатория. Гадя Петрович у нас тут обучается. 17 часов, да? Еще мы отправляем туда, например, кому-то херовато. Идет изучать тоже пси-панику. Че, 36%? Серьезно? 8 дней, 36%. Да. Это... Это печаль, тоска. Так, ладно. Теперь. Кибернетизация. Можно кому-нибудь руки-ноги отрезать? Так, давайте отправляем кого-нибудь. Кого-нибудь я хотел отправить. Адольф Андерсон. Данил Васильев. Подождите, а уставших можно отправлять, нет? Интересно. Похоже, нет. Уставших нельзя отправлять. Вот в этом вся проблема. Ну, давайте отправлять тогда... Ну, вот, Серегу отправим. Нейросмягчение усиливает силу воли на 20 при защите ей от псе-атак. Это всего лишь оглушает. Да, мне это нравится. 20 баксов. Что ж вы такие жадные-то, а? Серый рынок. Идем. Давайте, наверное... По 20 будем оставлять. Я надеюсь, нам хватит. Так, лаборатория генетики направить. Кого я отправлял-то? Да, Серегу отправляем. Мы ему изучаем неросмягчение. Это первое. Занятие высоты. Это все хорошо, но... Вот это, наверное. Вот так вот. Пока что так. Дальше будет видно. 17 дней. Превосходно. Мы начинаем подготовку кандидата к хирургическому вмешательству. Я сообщу, когда процесс генетической модификации завершится. Данилу Васильеву мы тоже отправим. Вот это, наверное, сделаем. Можно, в принципе, по одной их отправлять делать. Благодарю, командир. Быстрее будут. Доброволец будет подвергнут хирургическому вмешательству. О результатах я уведомлю вас лично. Ну, у меня, в принципе, снайперов-то нету. Соколиный глаз и Людмила Павличенко. Ну. Блин. А кого можно еще отправить? Алиса Грэль? Ммм. Вот так есть. Нет, не вот так. Она будет захватывать. Поэтому не рассмягчение ей. Она будет у нас вот так вот. Все, готово. Доброволец будет подготовлен к хирургическому вмешательству. Все, отлично. Все, ребята. Блин. Блин, спасибо тебе, конечно. Ну, мы на этом заканчиваем, ребята. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за лайки. И всех с Рождеством, ребята. Увидимся. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова